Люди голосуют за оппозицию, а голоса достаются в том числе «Единой России». Архитектуру новой политической системы уже прощупывают на Алтай. Прижив выборы, политологи, общественники, депутаты и представители исполнительной власти рассуждают, как будет дальше. Один из экспертов, Константин Лукин, уверен, на Алтай вернулась публичная политика. Парламент должен стать местом для дискуссий. Коллеги такую категоричность поддержали, возразив. Да, конечно, мы можем говорить, что лед тронулся, что действительно появилась пятая партия, что произошел слома монополии парламентской четверки, но с другой стороны, непонятно, повлечет ли это реальное переформатирование партийного пространства. Участники констатировали, в Краевом Заксобрании у «Единой России» появился сильный противник – КПРФ. Это значит, шанс что-то изменить для других фракций. Если оппозиционные партии, по крайней мере, три парламентские, давайте уж серьезно только их брать, смогут здесь договариваться, увидят, скажем, свое партийное будущее и так далее, политическое в том, чтобы работать в оппозиционном поле, а не в поле «Единой России», ну тогда результат взлетит. Эксперты оценили и саму политическую гонку, посчитав ее провальной и неэффективной. Молодому избирателю не по вкусу газеты, листовки и некорректные обещания партий. Не было никакого предложения для избирателя. Конечно, там комфортный город, забота, защита, уважение. Но если сравнить, допустим, с лозунгами коммунистов, вернем прежний пенсионный возраст, тут явное преимущество как раз в том, что действительно предъявляется какой-то реальный шаг, то есть что действительно мы готовы предложить избирателю. В этом плане кандидата «Единой России» очень сильно спасали. Сбудутся ли прогнозы, увидим уже скоро. Время ожидания – один год. Итогом станут муниципальные выборы в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске, а также в Заринске. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.